Лидия Тимофеевна Жулий с трепетом перебирает фотографии военных лет. Её отец Тимофей Акимович Кочерга был призван на службу за два года до начала Второй мировой в морскую пехоту Черноморского флота. Оборона Севастополя, Северного Кавказа, освобождение Праги, взятие Берлина – вот славный путь в составе войск Советской армии и старшего лейтенанта Кочерги. За это есть благодарности Сталина и многочисленные награды. Каждый год День Победы он встречал в Севастополе, где получил первую медаль за отвагу и был ранен. После войны, кстати, на встрече он нашёл эту медсестру, которая его вытащила оттуда, оказала ему помощь и которая помогла ему на этот корабль. Он, как говорил, если бы не эта Галя, я бы, наверное, это последний шёл и шёл он уже оттуда сюда, в Новороссийск, я бы, может, в живых и не был. С будущей женой Евдокией Калиничной Тимофей Акимович познакомился в Новороссийске в госпитале. Всю войну переписывались, а после Победы поженились. Евдокия Калинична была боевой под стать мужу. В 1946 году получила первую награду – медаль за доблестный труд в годы войны. Она была трактористкой до войны и после войны. Жили в Анапской, и, значит, был трактор у неё. А Плух, ну, вы знаете, трактор отдельный, а Плух отдельный шёл. Вот, и на Плугу работал помощник, короче, тракториста. Был Иван, вот я его вспоминаю, Иван, глухонемой мужчина был. Вот, и, это самое, впашут землю они, и вдруг вырывается эта мина, большая мина. Он бросает, забегает к маме туда вперёд и машет ей руками. Ты не можешь же сказать, мама быстро это сам остановит, он её за рука выдёрывает. И взрывается эта мина, короче, трактор не пострадал, а сам вот этот прицеп пострадал. В 60-е годы Евдокию Калиничну на ВДНХ СССР наградили как лучшего садовода Советского Союза. А в 70-е двумя орденами трудовой славы. Супруги воспитали двоих дочерей, а подвиги дедушки и бабушки знают трое внуков и понемногу усваивает правдивую историю той войны правнук. Лидия Тимофеевна, младшая дочь ветеранов, стала хранительницей домашнего архива. Ею тоже гордились родители. Врач с 40-летним стажем, активистка, руководитель ТОС номер 29 в Анапе. Родители для меня – это гордость. Во-первых, то, что отец воевал. Во-вторых, то, что мама в мирное время смогла, как говорится, достичь таких успехов. Она жертвовала, как говорится, положением семьи, своим личным временем. Но она вот старалась, она туда, как говорится, за большие урожаи ей присвоили вот такие заслуги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова